Сегодня я обращаюсь исключительно к женщинам. Прошло уже довольно много времени с того дня, когда я пообещала моим зрительницам, что я займусь проектом «Женщина после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту». И в нём мы затронем очень много аспектов жизни женщин, когда они вступают в критический возраст. Возраст за 50 я как раз и считаю критическим, да и вы тоже считаете, потому что именно в этом возрасте на нас обрушиваются все возможные проблемы и с внешним видом, и со здоровьем, какое-то неприятие себя. Ну, даже один факт того, что мы смотрим на себя в зеркало и испытываем негативные эмоции в виде своей морщины, папилломы, уже говорит о том, что это действительно критический возраст. Наконец-то я созрела, наконец-то я начала работу над моим проектом, и сегодня я приглашаю вас в мой мегапроект. Это не громкие слова, это действительно мегапроект, и мега он прежде всего для меня. Хочу, чтобы в этом проекте не осталось ни одной стороны жизни женщины после 50, которую бы мы не затронули. Хочу, чтобы в этом проекте мы с вами, мои дорогие ровесницы, обсудили все, что касается наших проблемных зон. Мы разберем буквально все темы. Это тема еды, конечно, обязательно, питание, это будет в первую очередь. Конечно, мы будем очень много говорить о здоровье, не только говорить, но и делать. Мы будем очень много заниматься нашим телом и, конечно же, лицом. Мы будем заниматься нашим психологическим состоянием. Мы поговорим о сексе, об отношениях с нашими детьми и родителями. И еще очень-очень много всего, о чем бы я хотела, чтобы мы говорили в этом проекте. И мы действительно будем об этом говорить друг с другом. И это моя шикарная новость для вас. У нас с вами будет очень много общения онлайн. Это общение я предполагаю вести в вебинарной комнате, где мы с вами будем видеть друг друга. Современные технические средства позволяют это сделать. Мы будем с вами собираться на наши женские тусовки, посиделки, если хотите. И будем обо всем об этом с вами говорить. Я думаю, что эти посиделки мы будем проводить регулярно. Онлайн можно делать все, что угодно. Можно поплакаться друг другу в жилетку. Можно поделиться своими успехами, поделиться опытом. Рассказать какие-то смешные случаи в своей жизни. Онлайн можно делать зарядку. Можно делать самомассаж. И показывать друг другу, как мы это умеем делать. Онлайн можно заниматься гимнастикой для лица. И опять же показывать друг другу, кто как научился это делать. И, конечно же, я всегда буду с вами на наших посиделках. Я всегда буду с вами. Это впервые в моей практике, когда я буду устраивать вот такие живые встречи. Пусть это будет не в реале, это будет онлайн. Но все равно лучше пусть это будет так, чем вариться в одиночестве, в своих проблемах и быть непонятыми окружающими, семьей, детьми, родителями. А вот у нас с вами, мои дорогие ровесницы, как раз есть о чем поговорить. Потому что проблемы-то у нас с вами все общие. И вместе нам будет гораздо легче их решать. И еще у меня для вас есть супер прекрасная новость. Это то, что участие в моем проекте является безлимитным. То есть, вступив однажды в проект, вы резервируете себе место в этом проекте навсегда. Не нужно будет никакой абонентской платы, не нужно будет продлевать участие. Вступив в проект один раз, вы остаетесь в нем пожизненно. Вы можете уходить в отпуск, в творческий отпуск. Вы можете возвращаться, вы можете сколько угодно раз уходить и возвращаться. И я всегда буду рада видеть вас снова и снова. Вступление в этот проект будет означать членство в некоем женском клубе. И это членство будет пожизненное. Я долго к этому шла. Меня очень долго упрекали в том, что я не веду никакие группы, никакие марафоны. Я все время отнекивалась. А вот с этим проектом я поняла, что по-другому просто невозможно. Невозможно нам, женщинам критического возраста, решать свои проблемы в одиночку. И даже если я нахожусь лицом к лицу с одной женщиной, я по одну сторону, она по другую. И если мы с ней вдвоем обсуждаем наши проблемы, все равно. Это совсем не то, что общение в большой тусовке. Я понимаю, что эта тусовка будет довольно ограничена в количественном составе. Но думаю, что это как раз будет хорошо. Потому что какая-то часть может собраться в один день, какая-то часть женщины может собраться в другой день. Я даже думаю, что у нас создадут какие-то мини-группировки по интересам. Ведь мы же будем обсуждать не только наши проблемы, мы же будем обсуждать еще и наши интересы. Скорее всего, мы будем делиться какими-то рецептами, нашими хобби, нашими увлечениями, рукоделиями и так далее. То есть это действительно будет мега-проект, который охватит огромный пласт нашей с вами жизни. И я хочу, чтобы в этом проекте вам было хорошо, тепло, уютно, по-домашнему. И я буду вашим личным куратором. И надеюсь, что участие в этом проекте очень сильно скрасит вашу жизнь и поможет вам в решении ваших проблем. Сейчас видео закончится. Вам нужно будет сразу же, без промедления, перейти вниз под видео в его описании. Девочки, я жду вас. До скорой встречи в моем проекте.